Доброе время суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами исследуем характеристики клинка Сибенза большой в карбоне от Кевина Джона. То есть, это реплика знаменитой Сибензы. Посмотрим, какие характеристики клинка, химический состав и твердость. И также мы исследуем задняя плашка. Тоже химсостав. Должен быть из титана. Ну, посмотрим, что получится. Давайте традиционно измерим, определим химический состав клинка. Очень интересно, я жду с нетерпением результатов. Ну, вот видите, в марку не бьется, но порошковая сталь. Потом по справочнику посмотрю, определюсь точно. Далее определим химический состав. Назовем это титановой плашки. Тоже очень интересно, все-таки. Ну, вот видим, что 85% титана. Алюминия 10%. Ну, это титан. Такой сплав титана с алюминием. Теперь произведем замеры твердости. Клинка для меня очень, так сказать, волнительно проводить эти замеры. Давайте посмотрим, какой результат нас ждет. Ну, вот, 58 единиц. Ну, как вы видели, из проделанных, назовем это экспериментов, материал клинка у нас бьется с 35 ВН. Твердость клинка 58 HRC. Задняя плашка титановая – это титан 85% титана, потом 10% алюминия, ну и примеси. Прибор показывает, ближайший аналог – это титан 6. Ну, давайте теперь пройдемся все-таки по самому главному. Ну, это характеристика клинка. И я вам зачитаю такую кратенькую аннотацию к стали С-35 ВН. Полное название – CPM С-35 ВН. Мартенситная нержавеющая сталь производства концерна КРУ. Ну, в общем, концерна. Очень сложно читается. Который является признанным лидером в порошковой металлургии. По прочности эта сталь превосходит сталь CPM S-30 В на 15-20%. Однако, механической обработке подвергается лучше. CPM S-35 ВН отличается наличием в своем составе необия, который делает сталь более прочной. Ну, мы видели, действительно, необий там есть. Далее, прочной износостойкой и способной дольше сохранять заточку по сравнению с большинством хромосодержащих сплавов. Например, таких, как 440С и D2. Как и S-30 Ви, обладает отличной устойчивостью к коррозии. Ну, оно и видно по содержанию хрома. Наилучших свойств достигается при закалке до твердости 58-61 HRC. Ну, мой клинок закален 58 HRC, то есть, под нижний предел. В принципе, я вот почитал, большинство клинков заявлено на их твердость 60 HRC. Ну, вот Кевин Джон мой клиночек закалил под нижний предел. Ну, в принципе, это нормально. На 2 единицы. Может быть и разброс, конечно, по одной точке мерилось твердость. Ну, я бы хотел, конечно, 60. 58 тоже хорошо. Состав. Ну, основные элементы. Углерода 1,4%, хрома 14%, ванаде 3%, молебден 2%, необия 0,5%. То есть, из химсостава, вы видели, можно поставить на паузу и посмотреть, ровно бьется фактический химсостав заявленным. Химсоставом стали S35VN, что, по-моему, очень даже хорошо. То есть, Кевин Джон, хоть и реплика, но будем считать, ну, не будем считать, а полный аналог. Ну, также в конце видео хочу сказать, если у кого-то есть там оригинальная S-бенза, то милости прошу, можно сделать её обследование. Колол я, видели, да? Вот сюда вот, то есть, укол не видно. Ну, всё-таки такой нож. Полочник больше. Поэтому, клинок я не хотел портить, хотя я не считаю, что это какие-то... Эти следы какую-то роль играют. Так что, спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok